Силиконовая долина В связи с этим декан инженерного факультета профессор Фредерик Терман предложил сдавать землю в долговременную аренду для использования в качестве офисного парка. Благодаря этому выпускники Стэнфорда получили возможность найти работу в непосредственной близости от родного университета. Были решены проблемы компаний, связанных с поиском специалистов. Опыт поддержки бизнеса уже несколько лет используется по всему миру. Северная Осетия не отстает в развитии экономики. Так, 20 февраля 2014 года на территории республики начинает свою работу бизнес-инкубатор IT-парк. Действительно, программа, которая сейчас реализуется в Северной Осетии, она, инициатива ее исходит от правительства республики. И мы попытались учесть в ней все моменты, которые взяли из других регионов, имеющих уже достаточно большой опыт строительства и реализации подобных проектов. В частности, это и белорусский опыт, и отчасти казанский опыт, и опыт других регионов. Владикавказский IT-парк поддержал тон российской политики. Практика строительства подобных бизнес-инкубаторов успешно применяется по всей стране. Первый IT-парк был построен в 2009 году в Казани. Ключевым направлением компании-резидентов IT-парка является разработка отечественного программного обеспечения. Существенную долю проектов составляют разработки для государственного сектора. Это электронное правительство и предоставление госуслуг в электронном виде. Также на российском уровне известны разработки резидентов по автоматизации области здравоохранения и образования. На сегодняшний день этот центр, а также парки Москвы и Санкт-Петербурга служат примерами для нашей республики. IT-парк Алани – это не просто обычный бизнес-инкубатор, который есть на территории России. Это действительно уникальное событие не только для Большого Кавказа, но и для всего евразийского пространства. Потому что этот IT-парк даст возможность приобрести навыки и умения работы в информационном пространстве. Планируется, что около 80 резидентов, причем не только из российских регионов, но и мы планируем, что здесь будут работать представители даже мощных транснациональных корпораций, международные резиденты. Их будет около 80, и они будут создавать новый уникальный продукт. Однако оптимизм по поводу открытия IT-парка разделяют не все. Кто-то считает, что растить специалиста в области IT-технологий необходимо гораздо раньше, и открытие такой площадки не приведет к глобальному прорыву. Невозможно воспитать специалиста в 17-18 лет. Если он не будет знать математику, физики, ну это, конечно, может показаться, что совсем я ухожу не в те дебри, но все-таки это, наверное, фундаментальные науки, которые дадут возможность разбираться вообще в IT-сфере. В школах катастрофическая проблема. С пониманием этих дисциплин у нас нет педагогов уже в школах, которые бы могли вести эти дисциплины. Ну нет, есть, но у них очень высокий дефицит. В Северной Осетии ежегодно по специальностям IT-технологий выпускается порядком 300 человек. Все они, имея достаточно высокий потенциал, в основном покидают нашу республику. Руководством было принято решение поддержать данную отрасль. Теперь в распоряжении молодежи есть и институты, и ресурсы, и даже общая площадка для воплощения идей и проектов.